В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Учиться под звуки молотка в старом здании 11-й школы начнется капитальный ремонт. Мы вместе с Донбассом. Саровчанин Иванусов посетил с гуманитарной миссией Мариуполь. В Сарове заметили медведя, что делать при встрече с опасным хищником. Далее расскажем обо всем подробно. В старом здании 11-й школы начнется капремонт. При этом учебный процесс там останавливать не будут. Ситуация вынужденная. Когда планировали ремонт, рассчитывали, что к этому времени закончится строительство нового здания. Но жизнь внесла свои коррективы. Как получится совмещать ремонт и учебу, разбирались депутаты на очередном заседании Думского комитета. Закончить строительство новой 11-й школы и начать ремонт в старой. Изначально план был таким. Но подрядчик по строительству подвел. Работы на объекте не идут уже несколько месяцев. Сейчас администрация в одностороннем порядке расторгает контракт на строительство и ищет нового подрядчика. Между тем, в старом здании 11-й школы капитальный ремонт придется совмещать с учебным процессом. Будем отрабатывать. Очень четко будет расписан план производства работ. Выходные дни, каникулярный период, вечернее время. Чтобы не мешало. Капитальный ремонт в 11-й школе будет проводить компания «Мастер кровля». 12 человек из организации уже въехали в город и знакомятся с объектом. Остальные должны въехать в ближайшее время. До сентября планируют поменять в здании окна и отремонтировать фасад. Строительная организация анализировала объемы и виды работ. И всю инженерную инфраструктуру, которая существует, сети в школе, они посмотрели. В принципе, говорят, что даже локально можно даже тепловые сети. То есть, если они сейчас оперативные стояки основные поменяют, потом локально менять куски в аудиториях. Труда не составляет. Это буквально в течение дня кабинет все меняется. Срок окончания ремонта по договору 1 июля следующего года. В администрации уверены, подрядчик с задачей справится. В ближайшее время обсудят и согласуют план работ. Депутаты выразили готовность следить за соблюдением графика в реальном режиме. Выслушивать отчеты о произведенных работах раз в квартал. Также Леонид Бородулин сообщил, что в 22 микрорайоне появится еще одна школа. Ее планируют построить на пустыре между улицами Павлика Морозова и Зернова, на том месте, где раньше планировали возвести ФОК. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Мы вместе с Донбассом. Саровчанин Иванусов стал участником гуманитарной миссии и вместе с добровольцами со всей России посетил Мариуполь. О своих впечатлениях из освобожденного города он поделился с нашей съемочной группой. Мариуполь 2022 года. Разрушенный город без света и воды, жители которого обитают в подвалах. Дети здесь боятся любых летящих предметов. Поиграть с ними в мяч уже проблема. Помочь им снова научиться жить, не оглядываясь, вернуть детство в разгромленные дворы. Такую цель ставили перед собой волонтеры гуманитарной миссии «Мы вместе с Донбассом». В число добровольцев вошел и Саровчанин, сотрудник департамента по делам молодежи и спорта Иван Усов. Решение приняло 24 февраля, потому что считаю, что то, что сейчас происходит в стране, это будет иметь последствия, исторические последствия. И то, насколько наше общество сплотится вокруг того, что происходит, насколько каждый из нас примет в этом участие, будет зависеть наше будущее. Иван вошел в группу добровольцев, которые должны были заняться организацией спортивных мероприятий для детей Мариуполя. В группе Ивана были 8 человек из разных уголков России. В первой половине дня они занимались в школах и детских садах, проводили веселые старты и соревнования. После обеда шли во дворы с мечами, скакалками, обручами, свистками и начинали играть с друг другом. Потихоньку к волонтерам подтягивались дети. Сначала один, потом второй, третий. Через полчаса уже начинался движ. Траха нет. Есть как бы осторожность, да, потому что не все территории разминированы, не все безопасно. Поэтому держишь себя в неком таком тонусе, в напряжении, ну, как бы так, там. А здесь ты с детьми и должен целиком отдаться, чтобы они поняли, что от нас не исходит опасность, что с нами весело. И что когда мы уйдем в другой двой или уедем отсюда, что здесь можно дальше продолжать играть, проводить время на солнце, друг с другом общаться и уже не бояться. Волонтеры посетили памятные места Мариуполя, драматический театр и базу Азова. Пообщались с жителями. Со стороны детей сначала была некоторая настороженность, но в процессе игры она уходила. Дети включались в процесс и играли уже друг с другом. И тогда было время поговорить со взрослыми и узнать их точку зрения. Люди сейчас с большой надеждой смотрят в будущее. Потому что, понятно, они потеряли большинство, подавляющее большинство потеряло кровь, потеряли близких людей, кто-то свое здоровье. Но все говорят о том, что мы думали, что это будет еще в 2014 году, но не так. Не думали, что это будет все так тяжело. Но мы рады, что Россия пришла и мы надеемся на нее. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Вода в реке Сатисе в районе Маслихинской горы не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. Купаться там нельзя. Напомним, в Сарове есть два специально оборудованных места для купания – на Боровом и Протяжке. Вода там соответствует норме, а на пляжах дежурят спасатели. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Директор Центра поддержки предпринимательства Евгения Калачева получила почетный диплом победителя конкурса «Лучший руководитель года». Награду ей вручили в Законодательном собрании Нижегородской области. В конкурсе принимали участие руководители коммерческих и муниципальных организаций из разных районов региона. Конкурсная комиссия оценивала текущую деятельность и проекты, разнообразие предоставляемых услуг, активность коллектива и взаимодействие в команде, перспективы и планы на будущее. Роддом Сарова приглашает на день открытых дверей. Он пройдет 13 июля в 15 часов. С собой необходимо иметь сменную обувь, маску, результат ПЦР на COVID-19. В программе – экскурсия по отделению, встреча с врачами, акушерками и детскими медсестрами. Беседа о том, что такое предвестники родов и когда нужно ехать в роддом. Предварительная запись по телефону 60459 с 9 до 15 часов, кроме субботы и воскресенья. Несколько дней назад в Союзе обнаружили следы крупного животного. Предположительно, их оставил медведь. Также косолапого хищника видели по дороге на протяжку и в начале водозабора. Что делать, если в лесу вам встретился этот опасный зверь? Ответ искала Светлана Ярунова. В Сарове горожане все чаще сталкиваются с дикими животными, а фотографии и видео встреч с лесными жителями гуляют по интернету. Если вы собираетесь в те места, где вероятность увидеть медведя высока, то лучше прихватить с собой компанию друзей, чтобы шум и звук голосов отпугнули хищника и дали ему понять, что рядом находится человек. Если вы оказались в лесу одни и наткнулись на зверя, то можно включить музыку на телефоне или громко кричать, а еще лучше иметь при себе свисток. Также медведь боится лязгания металла, то есть металлический звук. То есть если люди находятся в походе, то у них наверняка с собой будут металлические кружки, ложки и так далее. И когда человек идет в лесу, он может спокойно делать эти звуки, которые помогут отпунуть медведя и дать понять ему, что на этой территории находится человек. Если медведь вас не заметил, то тихо уйдите и спрячьтесь между деревьями, не привлекая к себе внимания и не паникуя. У медведя хороший слух и обоняние, но плохое зрение, поэтому на расстоянии зверь вас не заметит. Если у вас при себе есть накидка или плащ, то можно их развернуть над головой, давая понять хищнику, что перед ним кто-то крупный. Не убегайте от медведя и не смотрите хищнику в глаза, чтобы не вызвать у него агрессию. Также действенным способом является иметь при себе перцовый баллончик. Но перцовый баллончик, так скажем, в большой концентрации. Те баллончики, которые предназначены, так скажем, для человека, они никакого влияния на хищника не окажут. Чтобы встреча с медведем оказалась маловероятной, лучше избегать густого леса, держаться ближе к открытым местам и редколесьям. А если вы встретили лесу, которая вышла к людям, то, скорее всего, она заражена бешенством. Лесу также можно отпугнуть каким-либо шумом. Или если же при себе есть еда с запахом, который привлекает зверя, можно попробовать бросить еду лисе. И пока зверь будет отвлечен этой приманкой, можно спокойно попытаться удалиться. Нельзя специально подкармливать лис и как-то иначе их приманивать. Если хищник все-таки вас укусил, то обработайте рану антисептиком и незамедлительно обратитесь к врачу. Светлана Ярунова, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. В октябре прошлого года в нашем городе открылся первый частный приют для кошек «Мурдом». Сейчас в нем живут около 60 животных. Еще столько же проходит карантин на передержке. Наш канал запускает новый сезон проекта «Ищу хозяина», чтобы помочь волонтерам приюта найти для их подопечных дом. Первой нашей героиней стала Вика. Летом прошлого года в рубрике «Городской дозор» на нашем канале вышел сюжет про то, как с балкона пятого этажа дома на улице Силкина за неделю сбросили 12 кошек. Часть из них погибли. Своих питомцев владелец квартиры выбрасывал сам. Выживших животных взяли под опеку волонтеры. Соседи видели, соседи мучились постоянно от того, что наблюдали картины, что мертвые животные лежали под окнами. Несколько лет они пытались как-то с участковыми решить этот вопрос, но, к сожалению, никаких рычагов воздействия на этого человека не было. И вот обратились к нам. Вместе с доблестными защитниками порядка мы изъяли животных у этого человека. Картина, конечно, была ужасающая, то, что творится в квартире. Ужасающим было и состояние животных. За их здоровьем бывший хозяин не следил. Несколько лет они бесконтрольно размножались, жили среди экскрементов и мусора, умирали от инфекций. Вика – одна из тех кошек Силкина. Сейчас она живет в приюте Мурдом. Мы изъяли животных, они поступили в клинику, мы их всех вылечили, обработали. И вот Вика у нас была самая тяжелая, потому что у нее на фоне инфекции и сильной заглистованности были проблемы с кишечником. То есть она перенесла несколько операций. И сейчас у Вики все хорошо, она сидит на специальном корме. Несмотря на все пережитое, Вика не озлобилась. Она удивительно ласковая кошка с урчащим моторчиком внутри. Только и ждет, когда ее погладят или почешут за ушком. С другими животными она хорошо ладит. Сидит отдельно ото всех, только потому, что ей нельзя обычный корм. Вика очень ждет, когда за ней придут и заберут в любящую семью. Вика очень спокойная кошка, уже со сложившимся характером и подойдет абсолютно в любую семью. Но, наверное, без маленьких детей, чтобы лишний раз не трогали в области живота, не тискали. То есть спокойную семью с взрослыми уже детьми, подросшими. Забрать Вику можно, предварительно договорившись с волонтерами по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. В следующем выпуске рубрики «Ищу хозяина» мы расскажем о нижегородских котах, которые также стали жертвами жестокого обращения. Смотрите в пятницу в выпуске новостей. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 7 по 10 июля там проходит ярмарка «Медовая феерия». Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Сыровчан уже ждет мед нового урожая 2022 года. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дунниковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльца это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 7 по 10 июля с 10 до 18.00. Нет возможности прийти, доставим. Телефон плюс 7 927 064 13 90. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова